Ну что ж, мои маленькие любители Андерверса, всем привет! И пока Джеки анимирует следующую часть Андерверса, я решил устроить небольшое голосование. Мне просто стало интересно, а какая самая любимая тема Санса у зрителей? И что ж, после подведения итогов, я могу вам составить топ-10 самых лучших тем Сансов из Андерверс. Да, здесь будут только темы Санса, если захотите про какие-то другие саундтреки, то можно сделать потом отдельный топ. Ладно, чё тянуть кота за хвост, давайте уже начнём! На 10 месте расположилась тема Дрима. Я не знаю, как точно читать. Вистфули... Вистфули? Наверное так, Вистфули. Такая спокойненькая, человая тема. Ну, походу, все любят очень что-то драйвовое, эпичное, и поэтому в конце вы узнаете почему. Также у Дрима есть вторая тема, которая играла в Андерверс 0.6. Она такая более мелодрамная, спокойная. Продолжим. На 9 месте тема Фрэш-Инка. Буя! Вот такая вот весёленькая, забавная мелодия, под которую можно танцевать. Ну, походу, она немногим зашла, поэтому продолжим. На 8 месте расположилась тема Киллера. Не знаю, почему на 8. Я вот, например, размышлял между двумя саундтреками, и как раз один из них был, это тема Киллера. Я думал, он хотя бы будет на 3-м или 4-м месте, на 2-м, может, даже на 1-м, но не в 8-м. Я не знаю, что так вышло. В общем, наверное, не всем понравилось. Кстати, эта тема называется... Учизер. Что с латинского переводится как убийца. А ещё я почему-то постоянно слышу слово пиво в этом саундтреке. Может, просто надо попить пиво? На 7 месте тема Фатал Эррора. Сэгфолт. Что такое сэгфолт? В общем, вам это не обязательно знать. Такая, в принципе, драйвовенькая. Ничего так. Может, когда-нибудь услышим в Андерверсе. Я надеюсь. На 6 месте Мегалавания. Ох уж эта Мегалавания, которая уже, наверное, всем надоела, и поэтому она на 6 месте. Тема классического Санса, которая играла в Андерверс 0.0, да и в самом Андертейле. На 5 месте тема Эррора. Мизмэч. Очень такая неординарная тема. Хотя, вот, судя по всему, многим понравилась. Я бы, например, поменял местами тему Эррора и тема киллера. Но люди так проголосовали, поэтому я не могу ничего с этим делать. И да, я проводил голосование между подписчиками в группе ВК. Если хотите поучаствовать в следующем голосовании, то подписывайтесь и тогда не пропустите его. Ну, в общем, я сказал свое мнение. Это такая очень необычная тема. Но О'Чизо мне больше понравился. Четвертое место. Брашворк. Тема Инка. В нем играют какие-то восточные инструменты. Я не шарю за них. Можете написать в комментариях, что за инструменты играют. Очень хорошо отсылает на то, что раньше все фанаты как-то связывали Инка с темой Токио Ваня. Хотя Токио Ваня не писалась под Инка, а просто как мегалование в стиле Токио. Но можно сказать, что Брашворк это теперь тема Инка. Официальная тема Инка. Ну, кому как. Третье место. Тема Эпика. Бра. Братан переводится. Очень задорная, веселая. Я надеюсь, она на третьем месте не потому, что это тема Эпика, а просто прикольная музыка. Я вот немножко удивлен, но на втором месте расположилась тема Кросса. Изначально тему Кросса написала сама Джеки. Она раньше звучала не так драйвово и чуть поспокойнее. Но потом пришел Никс и показал как надо. А потом Никс подумал, блин, ну что-то как-то все равно не очень, можно сделать еще круче. И сделал еще более крутую версию уже с рок-гитарой. Это походу единственная тема в андерверсии, которая до сих пор называется просто как тема. Ну и победитель. Первое место. Тема Найтмара. Блэк Эппл. Очень эпичная, быстрая драйвовая музыка. Ну и в принципе понятно, почему она многим понравилась. Тем более она играла еще в 0.6 и некоторые ее услышали именно тогда впервые. Может именно из-за этого она всем понравилась. Хотя кто знает, я вот например тоже проголосовал за Блэк Эппл. Мне она тоже очень нравится. Но если бы я создавал топ, то я бы О'Чиза поставил на второе место. Хотя на втором месте тема Кросса. Что ж, спасибо подписчикам, что помогли мне составить этот топ и голосовали в моей группе ВК. Если вам такой формат понравится, то я могу сделать еще подобное видео. Так что пишите свои комментарии, что думаете на этот счет. А я с вами не прощаюсь, ведь скоро будут выходить еще больше озвучек, еще больше видео. Ааа, еще больше всего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВК и в общем на любые ссылки жмякайте в описании. Всем пока!